Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках, как и всегда, продолжаем разбирать основной фундаментальный фон, события, миновавшие события, которые грядут, которые, конечно же, должны повлиять на основные инвестидеи, те инвестидеи, которые мы с вами используем, собственно, и со дня в день. Наконец-таки мы дождались среды. Почему? Потому что сегодня денек обещает быть жарким по статистике и по событиям. Это связано, опять же, с ожиданием роничных продаж Канады. Канадец относится к тем активам, которыми мы активно спекулируем сейчас в последнее время. В 15.30, собственно, этот отчет выйдет. Если сравнивать, опять же, роничные продажи с теми данными, которые мы еще анализировали в минувшую пятницу по инфляции, понятно, что для трейдеров этот отчет будет не менее важным, потому что он тоже своего рода оценивает данные по инфляции, ну или, лучше сказать, по рознице мы сможем с вами судить о будущих значениях индекса потребительских цен. А данные по инфляции – это, разумеется, основа для принятия решения по процентным ставкам. Тема повышения именно ключевой ставки фондирования для Банка Канады остается центральной. И участники рынка с большой охотой начинают закладывать, опять же, в стоимость канадца потенциальные предполагаемые вероятности на изменения. У нас по доллару канадца с вами цель все-таки дождаться сначала теста и слома поддержки 1.30, с возможностью ухода еще ниже. Я думаю, друзья, что сегодня удача также будет на нашей стороне, и мы увидим некоторое потобие, опять же, тех движений, которые наблюдались в минувшую пятницу. Нам это, конечно же, нужно, потому что хочется уже взять еще больше профита и по данному дуэту валютных активов. После этого в 17.30 у нас статистика по запасам нефти в США. Мы сейчас по запасам поговорим, когда по хронологии, собственно, начнем анализировать с вами, отдельно разбирать ситуацию с разными инструментами. И, может быть, самое все-таки важное событие не только текущей торговой сессии, но и все недели – это протоколы последнего заседания американского регулятора, которые будут опубликованы традиционно поздним вечером в 21.00 по московскому времени. Для доллара сейчас требуется дополнительная поддержка, хотя, если посмотреть в моменте на то, что происходит с парой доллар-иена, мы отбились от поддержки 110, и сейчас начинаем активно отрастать. 110.50 уже сейчас маячит перед, собственно, данной валютной парой. И если протоколы не разочаруют, я буду крайне удивлен, друзья, если мы сегодня получим по риторике какие-то отдельные свидетельства того, что не все из голосующих членов американского регулятора склоняются в пользу позиции того, что ставки нужно повышать дальше. Я абсолютно уверен в том, что ставки нужно повышать только хотя бы потому, что того требует сама экономика. А то, что эти требования очевидны, они прослеживаются и в темпах экономического роста. Вы все знаете о том, насколько результативными последний квартал являются для американской экономики. Ну и, конечно же, вы знаете, что индекс потребительских цен не просто добрался до целевого значения в 2% США. Он закрепился на этой отметке, даже чуть повыше. Ну и снял, опять же, вопросы, связанные с тем, что ставки можно было бы, опять же, по повышению отложить. Сейчас, я думаю, что даже самые рьяные скептики будут выступать в пользу того, что, ну, точнее, признают факт высокой вероятности, что до конца этого года ставки будут повышены еще не раз. Три события, повторяюсь, друзья, на которые мы обращаем внимание, это роничные продажи по Канаде, запасы нефти США в 17.30 и протокол последнего заседания американского регулятора в 21.00 по московскому времени. Теперь давайте чуть подробнее. Начнем мы с нефтянки. Очередная торговая сессия роста. Если такая тенденция будет сохранена и дальше, то есть будет продолжена, то эта неделя может стать первой за большой и очень долгий период времени, когда котировки закрывают неделю с приростом. Хотя еще не вечер, у нас только торговая сессия среды. Здесь ситуация может радикальным образом измениться, тем более, что рост у нас в последние дни вяленький такой. Несколько, собственно, десятков центов набирает нефть. Обвалиться она может в моменте больше, чем на несколько долларов. Я думаю, что такие магнитные свойства, магнетические свойства поддержки 70 долларов за баррель, они все-таки у этого уровня имеются. По нефтянке. Вот я старался специально для вас найти какую-то дополнительную информацию. Перевел много. И сегодня, опять же, на азиатской сессии обсуждалось касательно рынка нефти. Почему-то все продолжают вариться снова в иранской теме, хотя все-таки ноябрь, он довольно-таки нескорый еще. Хотя, как порассуждать, конечно же, по меркам рынка Форекс, может быть, скажем, период в несколько месяцев, это не такая уж и большая дистанция, особенно если вы относитесь к категории долгосрочных трейдеров. В то же время, по Ирану, я считаю, что еще слишком рано, чтобы фокусироваться на этой теме, но считаю нужным обратить и ваше внимание на то, что как катализатор, возможно, она сейчас оказывает влияние на то, что происходит на рынке нефти. Если цены растут, то, конечно же, вывод делаем на том, что многие верят, что выпад, опять же, из Ирана, из глобальной аналитической секции, из мирового рынка и недопоставки со стороны этого региона на мировой рынок нефти, в конце концов, могут обречь экономику на состояние дефицита. Я все-таки, друзья, как и вчера, обращал уже на это внимание, советую вам быть реалистами. Не нужно делать ставку на то, что сокращение поставок и закупок Японии, Индии, Южной Кореи, в конце концов, станут причиной нехватки предложений. Дело в том, что очень спорный вопрос, непонятно вообще, как будут обстоять дела с покупками Турции и Китаем. А эти регионы, они не просто, скажем, те площадки, которые выступают сейчас в особняком и которые заставляют нас, либо дают нам возможность говорить о том, что не все сейчас идут на поводу США, ну и, разумеется, не все готовы поддаваться на те угрозы, которые звучали со стороны того же самого Трампа. Вы помните, больше месяца назад его громкое заявление о том, что все те, кто будет работать с Ираном, все те, кто будет работать с иранской нефтью, перестанут работать с США. И в итоге выбирайте сами, какой партнер для вас является более статистическим, важным и перспективным. Почему я говорю про Турцию и Китай? Потому что это не просто так, не обычные площадки, это стратегические узлы, скажем так, которые реально влияют на то предложение, которое на рынке есть. Только по одной причине. Турция это глобальный энергетический хаб перегона нефти, скажем, с Ближнего Востока. А что касается Китая, то Китай это и вовсе кучевой импортер нефти, делающий весь спрос. Поэтому, учитывая крайне непростые отношения, которые с некоторых пор стали еще более обостренными, вот вспомните и турецкий кризис, это все там ветер дует со стороны США, все началось после того, как Штаты ввели новые санкции против, точнее новые таможенных тарифы против турецкой экономики. С Китаем это вообще у нас тема, которая продолжается уже много месяцев подряд. Поэтому я считаю, что, ну, хотя бы с праздного такого интереса эти стороны должны, эти страны должны пойти против оппозиции Штатов и уж, по крайней мере, не позволить Трампу навязать оппозицию, что у них нет, скажем, будущего, если они будут покупать иранскую нефть. Назло хотя бы США, они будут продолжать, на мой взгляд, ее покупать, а может быть даже еще в больших объемах. Поэтому на иранскую тему я советую пока же не обращать внимания, но искать дополнительные сигналы того, что может нефть обрушить. И эти сигналы есть. Вот сегодня я снова наткнулся на комментарии Саудовской Аравии со ссылкой тоже на рейтерс о том, что в планах добыть до конца этого года в совокупности не только Саудовской Аравии, а странами ОПЕК нефти, перевалив за показатель 33 миллиона баррелей в сутки, сейчас добывается 33,7 практически, точнее 32,7 с небольшой натяжкой. Но математика обычная больше 250-300 тысяч баррелей в сутки по приросту мы еще должны увидеть. И, друзья, вот вспомните, с какими комментариями мы работали буквально 2-3 недели назад со ссылкой на Саудовскую Аравию о том, что данный регион планирует сократить добычу нефти. И вот сейчас вот основа здорового, совершенно другие комментарии, совершенно противоположным смыслом и толком. И все-таки я считаю, что вот как раз вот эти комментарии, они близки к реальности, потому что Саудовская Аравия очень переживает за то, что боится, утратила значительную долю рынка из-за действия энергетического пакта. А сейчас вот рамки и границы этого пакта, договоренности по снижению объемов нефтедобычи с конца 16-го года, они не такие уж и жесткие, и неприступные, тем более, что оговорки уже были сделаны на июньском заседании, что можно уже в меньшей степени соблюдать эти обязательства и даже поднять показатель нефтедобычи. Вот в этом я советую сказать больше смысла, потому что вот эти вот формулировки, они будут оправдывать в конце концов, под конец этого года, почему страна ОПЕК нарастили производство нефти. Поэтому у нас снова риски того, что нефтянки по предложению будет больше, друзья, и с этим я не могу позволить себе поставить на рост долгосрочный этого инструмента. А вот продажи, как минимум 70, как и раньше цель, это то, что более актуально. Рубль 67.26, я думаю, что давайте не будем останавливаться на перспективах рубля, они понятны. Так же, как и в отношении, собственно, нефти, где мы ждем 70 долларов за амбарды, в отношении пары доллар-рубль, у нас ориентиры в районе 70. То есть, с учетом текущего, собственно, уровня, можно сказать, что мы ждем еще и 4-5% как минимум в девальвации рубля против своих основных конкурентов. Доллар, японская иена, 110.50 практически с этого мы начали наш брифинг. Американская валюта восстанавливается. Практически уже незаметен тот негатив, который отразился в курсе доллара в ходе прошлых торговых сессий на основании заявлений Трампа, который в очередной раз обрушился с критикой на Федрезерв и лично на Джерома Пауэлла, который возглавляет американские регуляторы, с критикой о том, что политика высоких процентных ставок неуместна сейчас с тем, что делает администрация Трампа, развязывая вот эту мировую торговую войну, чтобы поддержать национальных производителей. Но с точки зрения логики, да, здесь есть противоречия, потому что поддержка национальных производителей не вяжется с дорогой национальной валютой, потому что дорогой доллар снижает их конкурентоспособность. И практически не к чему придраться вот сейчас с точки зрения того, что говорит Трамп. Но не забывайте о том, что Федрезерв это все-таки независимый институт, который работает с многими показателями, который принимает решения, основанные на состоянии в целом экономики. И Федрезерв уже давно принял решение о росте процентных ставок, опять же, опираясь на стабильный экономический рост и на достигнутую реализованную цель по инфляции. В противном случае, это аргументация Федрезерва, экономика США может оказаться в состоянии перегрева, и я абсолютно согласен с этим риском. Хочется верить, что Трамп в конце концов не повлияет на Джерома Паула и на Федрезерв, хотя признаю, что есть на рынке очень умная еще мысль, связанная с тем, что если долго о чем-то говорить, это отсылка на Трампа, его критику в отношении сильного доллара, в конце концов это может сработать. Я не хочу, опять же, допускать то, что эта критика в конце концов сработает и Федрезерв начнет работать в связке с администрацией американского импульсивного президента. В данном случае, резюмируем, негатив, связанный с тем, что доллар, ну, немного не укладывается, опять же, в представление Трампа о сильной экономике. Этот негатив, как мы видим, сейчас уже в меньшей степени учитываются цены. Возможно, трейдеры, которые замотивированы на торговлю долларом, пришли к выводу о том, что в целом с вектором национальной денежно-кредитной политики в США ничего не произойдет. Поэтому, друзья, мы ждем сегодняшние протоколы, ждем повторения приверженности Федрезерва высоким процентным ставкам. И если уж не протоколы на этой неделе должны оказать поддержку доллара, большую поддержку, чем сейчас, то, по крайней мере, есть у нас еще один козырь в рукаве, это Джексон Холл, где модератором, собственно, выступает Федрезерв. На этом симпозиуме будет выступать Джером Пауэлл. И, конечно же, он может повторить, допустить, еще раз озвучить позицию готовности Федрезерва к сентябрьскому и декабрьскому, то есть двум повышениям процентной ставки до конца этого года. Ни в коем случае не забывайте про это, поэтому доллар, иена у нас по-прежнему в числе длинных позиций. Евро против доллара, 1.1570 сейчас мы видим котировки, достигли тех уровней, с которых я рекомендовал продажу. Друзья, отказываться от слов не буду, считаю, что восстановление было уже довольно значительным, практически на 300 пунктов, мы поднялись с локального минимума. Сегодня мы говорим уже про мощный потенциал, про возможности роста доллара, исходя из определенного содержания протоколов, и эта, опять же, идея очень неплохо, скажем, укладывается в ожидании слабости европейской валюты. Поэтому, если удача будет на нашей стороне, действительно протокол не разочарует, тогда риск сегодня, безусловно, кажется под давлением укрепления доллара. Это нам и нужно. По евро-доллару снова, как минимум, ждем отметку 1.13. По фунту против доллара 1.2905 снова мы выросли, опять же, на общем позитиве, который был характерен для всех рисковых инструментов из-за слабости доллара, буквально в ходе вчерашней торговой сессии. Но настроение уже перезагружается в отношении британца. Не будем повторяться, что, скажем, временем для этого актива выступает. Не рекомендую, как и раньше, покупать. Собственно, фунт лучше ждать его на более низких уровнях. Долгосрочная цель – это 1.25. Австралийц против доллара 0.7350. Мы видим, что на азиатской сессии австралийца довольно динамично снижается. Думаю, что эта тенденция будет сохранена и дальше. Цель долгосрочной австралийцы против доллара – это отметка 0.70. Хочу также отметить, друзья, что по австралийцу мы не уже раз сталкивались со следующей динамикой, когда выходит какой-то отчет, в основном у нас заседание Резервного банка Австралии, протоколы Резервного банка Австралии, сохранительные заявления и комментарии председателя Резервного банка Австралии, Филиппа Лоуэ. И весь этот фундамент пронизан одной темой, что австралийца должен быть дешевле, потому что это большее благо для экономики. А в связи с тем, что риски торгового характера растут для, в том числе, и австралийской экономики, Резервный банк Австралии пока не торопится что-либо менять в денежно-корресной политике. Весь этот фонд создает только возможности для снижения инструмента, который стоит за этим регионом, то есть за Австралией, для австралийского доллара. Но первая реакция всегда связана с покупками, которые продолжаются в рамках торговой сессии, когда этот инфоповод выходит, после чего на рынке снова начинают преобладать продажи. Это уже тенденция, друзья, это практика. Если не полинитесь, поизучаете динамика австралийца, реакция на эти отчеты и последующая динамика, убедитесь в том, что мои наблюдения верны. И сейчас мы видим повторение такой же ситуации. Это еще раз доказывает, друзья, что не нужно поддаваться на вот эти каркасрочные покупки. Зрите в корне, видите основания для того, чтобы австралийц стоил дешевле. Ожидания по слабости австралийца будут вознаграждены. И я надеюсь, друзья, вы заработаете. И к тому моменту, когда австралийц развернется, ни в коем случае не будете в длинных позициях. По новозеландцу ситуация практически такая же. Сейчас на рынке преобладает позитив в отношении новозеландского доллара. Он связан с тем, что несколько часов назад вышли сильные данные по роничным продажам. 1,1% в квартальном выражении, с 0,3%. Но риторика, вы помните, Резервного банка Новой Зеландии предполагала, что политика мягкая будет оставаться не в перспективе там какого-то времени, как минимум еще 2 года полноценных. Это серьезный медвежий сигнал. Поэтому на австралийца, на новозеландца, на валюты стран Океании может существенным образом повлиять, опять же, замедление китайской экономики из-за того торгового противостояния, которое идет США, может существенным образом повлиять также и доллар. Сейчас мы на Китае с вами не фокусируемся, потому что нет новых вводных данных на рынке. А вот что касается доллара, у нас как раз уже было отмечено протоколы, которые должны оказать соответствующее давление и на эти инструменты. Поэтому ждем, друзья, отработки и данных позиций. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошая вам торговая сессия. Не забывайте, что сегодня у нас крайне насыщенный день. И нужно будет проявить бдительность к рынку практически в рамках всей торговой сессии, начиная с 15.30 по московскому времени и заканчивая поздними протоколами в 21.00 по москве. Увидимся. Мы с вами уже завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok